Добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда, конечно, очень рад всех видеть. А мы-то как рады! Ну вот, зал-то сегодня полный, но, к сожалению, все равно, даже, ну не к сожалению, к сожалению, там свободные столы, это те мои друзья, которые собирались прийти, но вот у них не получилось. Кто-то обещал смотреть по телетрансляции, я еще с ними там поговорю, но одна из главных причин, на удивление, пропустить концерт для некоторых стал сегодняшний праздник, День милиции. Ну да, есть такой праздник, он сейчас называется несколько по-иному, там какое-то очень длинное-длинное наименование, я его не могу запомнить, но вот этот праздник, как бы так он остался в голове. Я помню, что в советское время по телевизору, а телевидение у нас было, это немножко такое ужатое, был самый лучший концерт. Мы всегда ждали, это 10 ноября, потому что знали, там увидим, там, Аллу Пугачеву, Песнеры, Самоцветы, Владимира Венокура, там, или еще кого-то. Ну, единственное, кстати, вот, ровно 35 лет назад, я помню, что в телевизоре не было этого концерта, там, девочки танцевали «Лебединое озеро», да, вот так вот 35 лет назад дорогой Леонид Ильич нас покинул. Но сегодня, вот, один милиционер собирался прийти, в прошлом танкист, кстати. Другой летчик собернул, он в авиации МВД, тоже не пришел, понятно, но я говорю, я понимаю. Вот, там 39-й стол должен был сидеть заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами. Он говорит, слушай, ну извини, но я не могу отказаться, меня вот в Кремль на этот торжественный концерт. Вот, это я все к чему. Спасибо, что вы не в Кремль пошли. Мы землю оттолкнем, и небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дали слово. Пусть метео нам тучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи. Изнанка туч всегда светла снаружи. Нас небо, солнцем, как родных встречает. Вот жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с ушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались. Как нас не бросали, ведь было время. Крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах инверсий, розчерк. Там мирный ГВФ сквозь дни и ночи. Несет людей в Анталию и Сочи. А мы, как в школе, тренируем почерк. Выводим в небе тексты и сочинений. Фигуры пишем, а точнее, пашем. И где-то снизу смотрят дети наши. Наверное, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но за сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И крах нас, наверное, с керосином нам. Без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались. Как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам ввязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле вычерчивая строим. Местами землю с небом поменяем. Но мир там не изменится, познаем. Мы видим, как дворцы замки строят. Нам не придется жить в таких хоромах. Но честь свою мы в грязи не уронили. Пусть те, кто снизу свой кусок схватили. Зато у нас есть небо. Мы здесь дома. И будет в нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но за сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И крах нас, наверное, с керосином нам без небес. Как без воды и хлеба мы не сломались. Как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам ввязали. Но вновь наш рамбик носится по небу. Наш рамбик снова носится по небу. По небу. Влюбленность в небо ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но за сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином нам без небес. Как без воды и хлеба мы не сломались. Как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам ввязали. Но вновь наш рамбик носится по небу. Наш рамбик снова носится по небу. По небу. Вообще совершенно другой был план. В плане первой песни. Увидел несколько знакомых лиц. Там вот прямо напротив меня сидит Леша Прохоров. Пилотажная группа «Стриджи» из золотого состава. Как я их называю. Так, Валера Морозов. Вон он. Это командир пилотажной группы «Стриджи». В то, опять же, золотое время. Да простят меня сегодняшние ребята. Там сегодня их водят, опять же, из того же состава. Сережа Осяйкин. Они работали именно вот в то самое сложное время. Начало двухтысячных годов, когда вообще керосина не было. А они тут всех на уши ставили. Поэтому спасибо, что пришли. Ну вот, экипаж почти в сборе. Я знаю, что еще и должны люди одни подойти. Даже не одни. Бурный тэц, бебру на взлет. Небо снова нас зовет. И бетонку с Богом отпустит. Набираем мы шарлон. Не плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках Выйдем к солнцу в небесах. Все дожди оставят под собой. На работе мы опять. И трудяга борт 0,5 Четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь. Сегодня можно нам хотеть. Чуть-чуть побольше, чем всегда Нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел. Но не проложит штурма нам Другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом. И с нетерпением мы ждем, Когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас всеми ждут. Да мы же сами, как семья, Мы экипажи. Снизу морем облакат, Пять семьсот, и мы пока Крепкий чай в который раз попьем. Все мы здесь пьем за рулем, Что покрепче все потом. На земле посадки мы нальем. Командир на руку скор, Наплевал на коридор, До ворот прокладка садовой. Пусть земля с запросы шлют, Борт родит всех, кто то шьет. Нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам хотеть, Чуть-чуть побольше, Чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурманам Другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, И с нетерпением мы ждем, Когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас семьи ждут, Да мы же сами, как семья, Мы экипаж. Музыка. Испокойны мы в полоне, мы уже не на войне, Шумеет о нас, пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, Даже и по маме не пошлют. Нам уже не привыкать в обеззоловку играть, Снова прикупка, снова маршрут. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам ходить, Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда-ди-до, И с нетерпением мы ждем, Когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас все не ждут. Да мы же сами, как семья. Мы экипаж. Хоть мы сами, как семья. Мы экипаж. Экипаж. Спасибо. Ну, я думаю, очень многие здесь в зале знают, Что третью песню я всегда пою В памяти тех, кто ушел на последнее задание. Сегодня я в первую очередь Хочу посвятить эту песню Двум капитанам. Это летчики 72-й гвардейской авиационной базы Авиации Балтийского флота. Капитан Юрий Медведков и капитан Юрий Копылов. Ровно месяц назад, 10 октября, Они ушли на своем бомбардировщике Су-24 На свое последнее задание На салеробазах Мимим. Воздух в августом расплавлен, Обратились в точебельство. Под завязку я заправлен, И подвешены все средства И для птиц сирена. Воин, опустили копани Рыбахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Мечевидимо, до ночи День тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен. Под военные задачи. Коль верхах большие лица Не нашли для мира повод, Не смогли договориться. Пацан, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне Эти двое, что во мне Время, чем на всех часах Только стрелкам не решить. Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах. Где во небесах? Нам троим адреналина Добавляет неизвестность Не шумей керосина Я плюс свою местность Где-то рядом неприятель Мне сейчас не до каприза Включим главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу Нам пастает огнем и громом Огрызается поверхность Контингент и там непрома Повышает нашу смертность И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро Я, как будто селенополен Кашель, жар, температура И отчаянно втроем Через небо напролом Как в рваных парусах Мы это вверх, то снова вниз На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на весах Где-то в небесах Живой папа не убитый Хоть помни глупый Точно Я орет им тетя рита Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое, как на мине Великая цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Как хочу я в эскадрилью Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловинность Возвращаемся из боя Пусть мы и эвиволочемся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся Обязательно Вернемся 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 На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтоб не была Держись И тогда не смерть, а жизнь Перемесит на лесах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Спасибо Юрий Медведков и Юрий Копылов Я бы сказал, что они там молодые ребята Но когда уходят летчики Они всегда молодые, конечно Я уже говорил, что они 72-й гвардейской авиабазы Это Черняховск, Калининградская область Парни у меня были на концерте Я их помню Это был конец 2015 года Даже дату, помню, Рождество По католическому стилю 24 декабря Рождество на 25 декабря Такой своеобразный был, помню, концерт Потому что шли ночные полеты Командир полка Ну, авиабазы Витя Литвинов, мы очень близкий, хороший друг И он говорит, ну спой-то А мы в это время в командировке были от НТВ Работали у пограничников в Калининградской области Я в командировке без гитары практически не езжу Вот они меня туда увезли И вот я помню, что Окончание полета в 11-й час Там клуб такой Вот потолок ниже, чем здесь Немцы построили еще, когда это Кенигсберг Был, наверное, где-нибудь 30-й год Он почти не отапливается И тут еще и аппаратура накрылась И вот я помню Они сидят все в зимних куртках А я в этой рубашке Вот Если бы не кружка кондика от командира Не знаю, как бы этот концерт прошел Потому что без микрофона и так далее Вот Ну Есть что вспомнить Да, вот там вижу знакомые лица Такая моя группа товарищей Армавирского Высшего Авиационного училища Людчиков Еще, кстати, подъехать должен Один товарищ Тоже Ну так для разрядки Это Можно сказать В том числе специально для вас Потому что то, на чем вы летали Две летных смены На сегодня в плане И в настоянках ждут нас корабли Заря развеялась алой краской В пятом океане Со штурманом отчеты над земли Рек двух сердец Двух пламенных моторов Нас граждане за грохот упрекнут Но кто-то в небе нас проводит Восхищенным взором Отряд уходит с громом на маршрут Кругом Волшебных облаков у братства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство И щитом Бескрайней Бутничной страны Под крыльями Поблескивают реки И небо по маршруту Как проспект Там на земле Нас ждать Остались Внутри чеки И значит На чеку Боекомплект Ракеты Мирно дремлют На пилонах И верят Что не будут С ветерком Отчаянно Носиться На различных Шелонах В погоне За каким-нибудь Врагом Кругом Волшебных облаков у братства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Бутничной страны По облакам Корабль Как по волнам Хоть сорок То на словно Легкие Если что Мы можем При желании На волнам Увидеть звезды Днем На потолке Ну а пока Увидеть бы Илюшу В просторе Океана Голубом Кораблик наш Воздушный Он ведь Торже хочет Кушать Он пьет А наши Нервы Узелком Кругом Волшебных Облаков У братства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Бутничной Страны Как в гавань Корабли Идем Снижать Отряд Вернулся Самолеты Вряд И пусть Нельзя Мы курим На стоянке Улыбаясь Пока машины Техники Чихлят Усталые Но радостные Лица И громче Нет Звенящей Тишины Дай бог Ному Хотить В полет По плановой Таблице Когда по плану Значит Без войны Кругом Волшебных Облахов Убранства Наш дом На все Четыре Стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Великой И большой Страны Спасибо Девочка Дорогие друзья, давайте буквально пару минут однём вашему любимому Николаеву отдохнуть. 30 секунд, я понял, более дорогой, мы тебя любим, РБС-ки Соколы, лётчики-стребители и половой ВВС. Наш выпуск, который здесь, что ещё ребята поделают, на сегодняшний год в Армавире, 25-26 августа. Это приважаем 35 лет нашему выпуску, и Андрей Юдин, командующий УВС, наш отмотяжник, поэтому ждём тебя, дорогой, и твой диск, третий, также наши отмотяжники все ждут. Удачи тебе, добра, здорово, когда защищает наше небо классные пилоты, и есть у нас такой лучший голос авиационной России, Одесса Львовна, более дорогой. Спасибо. Вениамин Кудаяев, полковник. Кстати, вот я надеялся, что командор будет, потому что Николай Лопарёнок передавал привет ему из Ростова. Ну я понимаю, да, я просто ему туда говорю. Я ответственно хотел передать привет, но он ещё пока не приехал. Я уже говорил, что группа товарищей не смогла приехать по ряду причин, это уважительные причины. Вот сегодня крайне мало в зале моих винтокрылых друзей, ну к счастью есть, близкие мне люди, но просто завтра в Торжке проходит такой ежегодный борцовский турнир на кубок генерала-полковника Павлова. Традиционные соревнования, которым в своё время положил именно командующий армейской авиацией, вот кроме того огромного вклада в развитие именно вертолётчиков, вертолётной авиации, который внёс Виталий Егорыч Павлов, который, к сожалению, в прошлом году нас покинул, герой Советского Союза. Вот ещё вот такие добрые дела и вот этот турник, который, я уверен, будет жить. Сегодня вот большинство ветеранов и так далее, те, которые ко мне на концерты приходят, они все там. И, кстати, думаю, что сейчас они поздравляют ещё одного замечательного моего друга, генерал-майора Александра Юрьевича Черняева, у него сегодня день рождения, и он говорит, ну мы вечером, мы там будем смотреть Александра Юрьевича с днём рождения. Так, на всякий случай. Ласточки летают над землёй, Низкая, значит, снова непогода. На утюжем небо здесь полгода, Значит, полтора, и я живой. Натрия умножается войной, Вот и с нами вид-то на всё на глаз. Если мы летим предельно низко, Это значит, нам до цели близко. Крайний хиль последний этот раз Бог решил, Мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою, То, что никогда не подводило, Кто-то называет крокодилом. Птичку, про которую пою, Птичку, про которую пою, Ласточку, пи-издор мою. Подтвердят нам трассерный расчёт, Не ошибся лётчик-оператор, Нынче он, как в фильме, Терминатор, Всё, что снизу, убирает в лёд. Наш привет, он тем и нашим мы шлёт, Скажет кто-то неспрашному. Враньё! Нас спугают снизу кулей-турой, Отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает вороньё, Мы втроём под нимбом у неё. Душу винтокрылую свою, Вместе с нами ты не погубила. Обоснал же кто-то крокодилом, Ту, что выручает нас в твою, Ласточку, пи-издор мою. За спиной молотит пулемёт, Бортовой наш парень не из робких. Обложился лентами в коробках, Пулемётный сам себе расчёт. Бортовому общенаш зачёт. Надпись, что опасно у хвоста, Даже дуракам её смысл ясен. Нынче я действительно опасен, Горный край меня уже достал. К чёрту живописные места, Все гады, что вместе с ней в строю. Красотой меня с ума сводила, Что за дурик линчит крокодилом. Ту, что вместе с нами на краю, Ласточку пенистую мою. Да, та-ра-па-па Да, та-ра-па-па Словно сто разглебанных богов, Всю на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость Мы ведем огонь из всех стволов Нам иначе не сносить голов С нашей птичкой мы не отвернем Не проходят с ней такие штучки Бережно держу ее за ручки Словно в танце кружили мы вдвоем Мы танцуем танго под огнем С той, которой песенку пою С той, что нас от смерти уводило И я убью того, кто крокодилом Обзовет любимую мою Ту, что выручила нас в бою Ту, что вместе с нами на краю Ласточку пить не стою мою Спасибо Я, кстати, не зря упомянул Александра Юрьевича Черняева Песня, надо сказать, появилась в том числе и благодаря ему И как раз после концерта внезли блухаря Мы поехали к нему в Красногорск Кстати, хочу Морозову сказать, что я тогда Черняева просил Только Морозову не скажите, что я у вас ночую Он живет напротив Обидится А мы с Сергеем Масловым, героем России Летчиком-испытателем, они с Черняевым вместе учились Вот, и мы у Александра Юрьевича вот сидели Ну, практически целую ночь что-то вот обо всем Они оба воевали в Афганистане и рассказывали какие-то такие вещи Александр Юрьевич летал именно на Ми-24 Ну, были какие-то нюансы Вот я, иногда задают мне вопросы нынешние вертолетчики Помоложе, которые тоже воюют Они говорят, а как вот, ну, там у тебя песни не совсем правильно Там, мы бортового не берем на боевые задания Да, действительно, ну, как, я не знаю, к счастью Ну, наверное, к счастью сегодня, потому что, наверное, всякое бывает Вот, ну, вот, что-то у меня в голове осеяло Как Александр Юрьевич рассказал У меня, говорит, бортовой был, это, говорит, что-то Все, говорит, отдыхают Вертолет там, значит, привели в чувство и пошли отдыхать А этот, говорит, все время с машинки, которая крутит и патроны в ленты набивает Он, говорит, ходит себе, набивает там, где ящики складывает в этом на борту И потом шмаляет там, в общем-то Вот, это вот оттуда То есть вот началась эта песня, сочинение у генерала Чернеева дома Закончилось у полковника Дмитрия Сергеева в Кореновске Свидетелем, кстати, был вот Сергей Викторович Косяков Заслуженный военный летчик Российской Федерации Когда-то командовал Будетовским полком вертолетным Вот, и дочка его, вот Настя, мне тут как-то присылает одну запись Говорит, ну что, я так оба слушаю И я там так сбиваясь что-то пою именно эту песню Это, оказывается, вот они втихаря тогда ночью записали первое исполнение с бумажки Ну, есть такое дело Вот, ну ладно Новая песня Вроде как она и про авиацию С другой стороны, может быть, не совсем про авиацию Название у него вообще не авиационное Называется она «Мальчик на Феррари» Ну, я, собственно говоря, долго, ну что-то рассказывать, наверное, бессмысленно Я лучше спою, как говорил один человек Терминологии там особой нет Ну, разве что вот для людей не военных Камар — это аварийный радиомаяк В летательных аппаратах Ну, даже, ну для военных могу сказать, что Феррари — это такая машина Которая стоит гораздо дороже, чем Жигули Светило ярко солнышко в зените Убитый грач обломками молчал Пищал комар отчаянно спаситель Ожив ли летчик, он мне сообщал Была надежда призрачная и шатка До смерти здесь, как в песне, три шага И наша винта крылая лошадка Внесла нас прямо к чёту на рога А в это время мальчик на Феррари Носился по Москве И по пути за час устроил несколько аварий Пытался от гаишника уйти А мы пытались летчика найти Нам вроде как везёт, но так, не шибко Мы видим парашют, заметен бой Нам дробью барабанной по обшивке Но главное, что парень наш живой Мы не поём безумство храбрых песню Играть привыкли марш, а не романс Плечом к плечу с любимой птичкой вместе Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс А в это время по Москве, Бугаре Направо и налево всем хамя По тротуару в золотом Ферраре Мальчишка несся к голову сломя Мы тоже тут несёмся, но дымя Ай, нам трассеры всё небо украшают Там снизу бородатых прям аншлаг Что делать с нами, Боженька решает Мы живы, хоть машина, как дуршлаг Нам лётчик снизу машет Уходите, держись, браток Ещё не кончен бал Нам ярко светит солнышко в зените Ты пан, браток, который не пропал А в это время на Ферраре мальчик По телефону папу набирал Каю вам показывал вверх пачек И звёзды снять с погонов обещал А нас без обещания Бог спасал Мы со скоростью в Ферраре уходили И где-то у нуля Высота мира Мы нашего парнишка уносили А он ревел на взрыв Хоть офицер Мы тоже слёзы тщательно скрывали А говорят, летают смельчаки Мы пальцы ему долго разжимали Он в них сжимал гранату Без чеки Спасибо Как говорят, в каждой шутке есть доля шутки Так же и в каждой песне есть доля того, что было То есть это тоже не на ровном месте Есть у меня очень близкий друг Он в Хабаровске живёт И летает сегодня в МЧС Полковник Станислав Штинов Он когда-то в своё время рассказывал Как они в Афганистане вытягивали лейтенанта И вот, ну вот Примерно такая ситуация была То есть это как бы вот, ну действительно Что-то где-то вот оттуда Следующая песня Всё же по ходу как-то так Вот помню недавно Звонит мне Владимир Валентинович Бенедиктов Командующий военно-транспортной авиацией И говорит, давай, значит, вот у нас там мероприятие 26 октября Ульяновский очень серьёзное, там туда-сюда И я, ну у меня в это время там другие выступления Говорю, Валентинович, не могу там туда-сюда Сегодня опять звонят, говорят 1 декабря давай в Ульяновск, мы тебя завезём и туда, и в Оренбург Ну там действительно, не то, что интересно Знаменательное событие, я считаю, сегодня их не так много Но они начали случаться То есть вот 1 декабря там будет объявлено о формировании нового полка военно-транспортной авиации В составе Оренбургской дивизии ВТА Ну, наверное, неспроста это в Ульяновске происходит Потому что именно там расположен завод Авиастар Который производит самолёты Ил-76 сегодня Это новые модификации Ил-76 ПС-90А, по-моему, так называется С новыми движками машинолётчики просто страшно довольны Там, ну, я, конечно, пошучу, что транспортник может там бочку со взлёта сделать Но сумасшедшая тяга вооружённости Совершенно новые возможности, новый авионик Сегодня начали эти самолёты поступать уже на вооружение Мы как-то больше привыкли, что вот, ну, истребители, вертолёт Они там уже несколько лет валом идут Это всё очень здорово Но большие самолёты реже Но вот они всё-таки пошли Не знаю, должны были прийти люди ещё вот из авиационного комплекса имени Ильюшина Не знаю, есть они тут или нет Но в любом случае, я обычно эту песню пою для тех, кто летает Но, конечно же, она посвящена и тем, кто это всё конструировал, строил, строит Для меня было просто великой честью, когда где-то несколько месяцев назад, после того, как я спел эту песню Ко мне подошёл Генрих Васильевич Новожилов в свои далеко за 90 годы Который был, скажем так, автором этого самолёта И попросил со мной сфотографироваться У меня просто вот, ну, опустились даже руки Это было, ну, что-то невероятное для меня Вот, ну ладно, песня Что рассупился Илюха? Нынче были до дезарей Набивают снова брюхо Груз, швардуют, тихнорин Носят ящики солдаты Из заката акварель Только нам не до заката Рампа, тельфер, апварель Рампа здесь не значит цена Палупа не значит флот Мы не взвинчиваем цены на писью аэрофлот Мы летаем, где стреляют Экипажу не впервой И Илью не испугают Грузовик наш боевой И на взлёт Уходит в выселье от рутяга Турбин, грохочущий квартет Поёт Летит Илюша, работяга Бродяга, наш транспортяга Горбом по небу столько лет Нам лететь туда, где жарко С дозаправками маршрут Полный борт в гуманитарке Там на месте разметут Мы спасаем чьи-то души Близких ведем лишь во сне Не печалься, брат Илюша А лучше так, чем на войне Это лучше, чем когда-то Полным ящиков в борту Возвращали мы солдат В их последний вечный дом Улетали от печали Снова в небо с головой Где-то вновь с надеждой ждали Грузовик наш, боевый, на взлёт Уходит в выселье от рутяга Турбин, грохочущий квартет Поёт Летит Илюша, работяга Продяга Наш транспортяга Горбом по небу столько лет Чай, печенье и конфеты Надоели на мужик Штурман курит сигареты Там на нижнем этаже Техник мыслит о посадке Что сготовить на обед Если что, всегда в порядке У него велосипед Распростёр Илюша крылья Вместе с грузом нас несёт Коридор ему открыли Значит, он людей спасёт Эх, Илья, небесный пахарь Горб на спинке трудовой Если где-то что попахнет Грузовик наш, боевой, на взлёт Уходит в выселье от рутяга Турбин, грохочущий квартет Поёт Летит Илюша, работяга Продяга Наш транспортяга Горбом по небу столько лет Снизу пальмы поглясать Из зимы встречают борт За леду нас и посадят В незнакомый жаркий порт Мерзные не пьют поклуши Все предели как один От души нальют Илюши Самый вкусный керосин Командир на борт вернётся Весть благую принесёт Наш Илюша улыбнётся Нижним блистером Блеснёт Нам наградой не медали А скорее путь домой Роды снова в максимале Грузовик наш боевой На взлёт Уходит в увы селья Турбин, грохочущий квартет Поёт Летит Илюша, работяга Продяга Наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Академия Великолепно Академия Академия Родин Ну, как я все говорю, с каждой песней что-то связано. Не помню, рассказывал или нет. Однажды приходит на какой-то из моих аккаунтов, то ли фейсбук, то ли одноклассники, письмо от девочки, как потом выяснилось, с 7 или 8 лет, которая спрашивает, дядя Коля, а как керосин достать? Совершенно неожиданный вопрос, я уж не помню, как я там отвечал, но суть-то сводилась к тому, а зачем? Ну, у вас же в песне написано, что он вкусный. Но дети, конечно, порой неожиданно реагируют на совершенно безобидные или те вещи, которые, может быть, и не безобидны, но им кажутся совершенно обыкновенными. Я вот помню сыну, он сейчас уже, говорится, почти 30, когда лет 6 было, он так отличался. Отличился однажды даже через реанимацию, и после того, когда его зашили, уже какое-то время прошло, я помню, в Лиде это было, где-то нет мальчика, как-то такая подозрительная, тревожная тишина. Раз смотрю, он на балконе, у нас четвертый этаж, идет так оценивающе, смотрит вниз, потом куда-то вправо, думаю, что у него там вправо. Смотрю, у него в руках стабилизирующий парашют от штурмовой бомбы, который как-то принес. Быстро, не то, что я его на помойку выбрался, я его порезал предварительно. Поэтому, как говорится, дорогие товарищи взрослые, следите за детками. Нет, вот недавно сказали, знакомая говорит, ну что, Анисимов, твои концерты скоро в Артеке станут невостребованными, война заканчивается там на юге, и все такое. Ну, как она заканчивается, мы все видим. Буквально вот на днях ранило моих двух коллег по телекомпании НТВ, корреспондента Илья Ошенина и оператора Тимура Уронова, еще два парня с телеканала «Звезда» и пять военнослужащих. То есть, ну вот, война действительно заканчивается. Ну, собственно говоря, если даже она завершится, наши там будут, и я думаю, что еще неоднократно я там на авиабозе спою эту песню. У нас на родине метелы, а здесь потой дано заказ, и многозвездный наш отель, апартаменты, экстракласс, удобство снаружи. Бывало и хуже. Трудом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, А море просто натюрмот, но видим только с высоты мы эти красоты В процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, И многие совсем не ждали здесь видеть нас. В другие времена на старе мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи не хотели, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет аэтикета Сюда не отдыхать пришли, не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Халачиваем в зале, словно гвозди По самому прямому назначению Здесь каждый вылет боевой, а напряжение кипишь Кабина словно дом родной, вот только жаль мне не поспишь А хочется очень, особенно ночью Который месяц не до сна Ты не уйдешь на бюллетень По распорядку здесь война Что день, что ночь, рабочий день здесь Все на пределе Назначены цели Мы в нужный час и в нужном месте Выпадем с небес И сразу станут цифрой двести Духи все в окрест Прицельные парки, тонкий крестик Миг на них поставит Ширный крест Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи возмущались, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе не до этикета Сюда не отдыхать пришли в небо гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты В калачевом цели Словно гости по самому прямому назначению И вероятные друзья Нам скажут просто Бэри Гуд Летать по много им нельзя У них нормированный труд Им бедным не сладко Жить по распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубей Два раза нам не умирать Но не привыкнуть хоть убей Нам жить в половину И к выстрелам в спину Минует нас по воле фар До смерти холодок Года спустя полетной хаты Выцвешили сток Напомнит нам довольно ярко Ближнее, но далекий столь Восток Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом нет и не до этикета Сюда не отдыхать пришли в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вколачиваем в скале Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Спасибо Даже оттуда иногда звонят Да, не только приветы передают Кстати, многие считают, что В той же Сирии все время хорошая погода Жарко Не совсем так Я помню, когда первый раз летел Уже почти два года Январь был И вот думаю, так Здесь в Москве минус 20 Думаю, термобелье одевать Как-то лень Зачем? Там тепло Потом думаю, ай, ладно Одену в самолете Сниму и все будет хорошо Снял Прилетели Выхожу Одел и больше не снимал Дождь, снег, град И, конечно, полеты Полеты, полеты и полеты Несмотря ни на что Это я к чему К следующей песне Ветра с утра вовсю в полях гуляют Устроили какой-то шумный пир И тучи земляк Потом я прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем И жженые радость тщательно скрывают Дождя, увидев слезы на стекле Пускай гремит и молнии сверкают Спокойнее, пока мы на земле И кажется, что небо цвета хаки Его расчертит молнии зло Грустят аэродромные собаки Укрывшись от ненастья Под крылом Осяблен на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем И небо, как компьютер, вдруг зависло На высотке будто под шатром Ударит шар бильярдный Словно выстрел И где-то канонатой фронта Гром напомнит нам о том, как мы летали В свинцовых небесах, дождях войны Погода нас тревожила едва ли летали Только ждали тишины Осяблен на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем Осяблен на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем Ждем Спасибо Опять повторюсь Что сегодня есть люди, которые хотели Но не удалось им приехать Но в том числе это были летчики-испытатели Московского вертолетного завода Мой близкий друг Владимир Иванович Кутанин Они, ну, вроде все складывалось Но у них случилась задержка по работе Они сейчас сидят, работают там под Севастополем в Крыму Испытывают, ну, вернее, занимаются сертификацией очень интересной машины Ну, про нее многие знают Потому что многие, наверное, все, кто разбирается в авиации Это вертолет, ну, на котором в будущем будет летать президент России Ми-38 Вот дальше они ее перегонят туда, куда-то на крайний север Там продолжат работать по этой сертификации Испытанием хотят поймать там температуру минус 50 Поэтому, ну, если смотрят Мужики, привет Чтоб все у вас там получалось И песни для испытателей В небесную обитель мы приводим их, как в сады детей Для них мы, как родители, куда уж ближе и родни Мы словно воспитатели, а не бабы, то школьный класс Они ж, как испытатели, испытывают нас И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз Играем с ними в шахматы, где жизнь какой-то главный приз И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь ничьих Они испытывают нас, а мы испытываем их Мы в небе летать и работать их учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Волцарство за небом мы точно откажем Летаем на всём, что летает и даже На том, что летать спойти не может Болтают обыватели, что мы живём, как в масле сыр Считают, сколько тратили, считают, что у ноги весь мир Молчат полно романтики, благоволит удача нам И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам Не объясните вы таким, что не измерить кошелёк Когда останется родным на память члема и орденок И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих Они испытывают нас, а мы испытываем их Мы в небе летать и работать и учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Волцарство за небом мы точно откажем Летаем на всём, что летает и даже На том, что летать спойти не может По краю наставления ходим, вот ещё в тот край найти Чтоб не было сомнений, возле ты мог сказать Лети Любимому ребенку, что за годы научил ты жить И в литый путь он смог, как в сказке, превратить А после дети новые, которые сильнее и умней И строптивые, рисковые, нету вновь для нас родней И снова непослушный класс перед уроками прийти Они испытывают нас, а мы испытываем И мы в небе летать и работать и хочем И они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат И пусть золотые нам горы предложат Полуцарство за небом и точно откажем Летаем на всём, что летает и даже На том, что летать спойти не может Мы в небе летать и работать и хочем В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полуцарство за небом и точно откажем Летаем на всём, что летает и даже На том, что летать спойти не может Спасибо Я всё время что-то рассказываю Но возвращаясь вот к истории с Ми-38 Эти вот испытания действительно ведущий летчик Это Владимир Иванович Кутанин Вот на этом вертолёте он уже установил Немало рекордов мировых, которые Официально, скажем так, зарегистрированы Среди них подъём вертолёта на высоту более 8600 метров Тормально, да, вертолёт? И Володя Раскава говорит Ну мы, говорит, уже туда забрались А там же летают серьёзные самолёты Сужирские И кто-то их там увидел И там, ну, чуть ли не истерический Такой радиобмен Это что здесь? Вот Ну, Ми-38 Будущая, наверное, такая вот Одна из составляющих Будущего вертолётной авиации Следующая песня про машину У которой рекордов гораздо больше Чем у новейших машин И главное Главные рекорды, наверное, не те Которые регистрируют ФАИ А те, которые Навсегда остаются в памяти Лётчиков В памяти тех, кого они спасли Да и как бы ни говорили Я уверен, что они остаются В памяти и Самих этих машин Живые они Я вернулся Весь набитый до отказа Я принёс их всех на базу Всех и сразу Хоть мне трудно Но высотых Взял я всех Живых Трёхсотых Три-двухсотых Я их принял под завязком В окровавленных повязках Дальше Сказка Что движут и захлебнутся Что я чудом увернулся Я вернулся Знать, судьба моя такая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно, это моя осень Не участвую в парадах Что мне думать о наградах На пределе, но износ Я... Миф восемь Я вернулся Кто б скомандовал мне воляна Нахватал я пуль довольна Ох, как больно Справа блистер мне разбили Про вока хоть не убили Зацепили Капитан, что в левой чашке Матерился, было тяжко Мы в рубашках С ним, наверное, родились Потому что они разбились Возвратились Знать, судьба моя такая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно, это моя осень Для меня запчасти ищут Жалко будет, если спишут Я ведь старый на износ Я... Миф восемь Я вернулся А в салоне наследили Пятна бурые застыли Шлангом смыли Где-то в полночь я проснулся Капитан ко мне вернулся Затянулся К борту мне ладонь прижала И ладонь ее отражала Так устала Говорил, что все в порядке Гладил мне рукой заплак И заплакал Вот судьба моя какая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно, это моя осень Хоть тяжелая работа Все равно летать охота Пусть по воинам меня носит Я... Не восемь Я... Не восемь Спасибо Ну, не уходя далеко от Этого вертолета Великого, я считаю Следующая песня еще Где он тоже фигурирует Человек предполагает А судьба располагает Не узнать дорогу наперед Завернули нас с маршрута Плохо стало там кому-то Мы кладем в виражик вертолет Как сто лет назад в Афгане В правой чашке Друг мой Ваня Между нами саня бортовой И усталость трекозою Над бескрайнею тайгою Мы жужжим И фронт здесь Грозовой Где-то в прошлом Пушки и танки Можно жить и на гражданке Главное, чтоб только лишь летать В мирном небе есть заботы Хватит нам и здесь работы Ведь не всю жизнь нам воевать Снова пашем сверху ручно Но в больницу нужно срочно Вывести кого-то из тайги И находим мы средь елок Богом брушенный Поселок Домики Как бабушки Еги Ветер сильный на посадке Не впервые нам все в порядке Быстро фельдшер Объяснишь потом Что аппендицит случился Парень вон в живот вцепился И девица Тоже с животом Мальчик фельдшер Слишком бледный Первый раз летит Он бедный Шестеро нас Что тут поднимать? А когда-то было дело Приходилось Под обстрелом Взвод на борт нам С Ваней Принимать Навсегда мне Ваня жалко Тех мальчишек Что в повалку Мы перевозили За рекой А теперь Мужик в салоне Как трехсот И тихо стонет Об одном Подумаем С тобой Знаем Все в порядке Будет Парень точно Не забудет Этот наш Внеплановый Полет Что-то там ему Отрежут Будет жить в тайге Как прежний Может нас когда-то Поменят На снасях У нас Девчонка Голосит Ну так уж звонко Саня быстро Что там Доложи Командир Отходят Воды Прилетели Это роды Мы ж не проходили Тренажи Девка в воздухе Рожает нас Засветки Окружают Бедный фельдшер Проглотил язык Примет Санечка Младенца Замотает Полотенце Прокричит нам радостно Мужик Работяга наш Ми-8 От грозы нас всех уносит Снова мы как будто на войне С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся Мы ж теперь обязаны в войне Человек предполагает, а судьба располагает В этой жизни абсолютно всем Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил А в итоге прилетело семь Вылетали точно трое, нас умножили на двое А в итоге оказалось семь А вот седьмой орел, новом орше Жизнь, я всегда говорю, она круче любого романа Любого боевика или какого-нибудь драматического фильма, мелодрамы То есть вот история реально была Даже фотографии есть Относительно недавно выступал на авиабазе «Энгельс» Но удивление первый раз, честно говоря, как-то странно Вроде как-то с дальниками такие замечательные отношения И встречаться приходилось в других местах Но вот в «Энгельс» как-то первый раз Сергей Иванович Кобалаш пригласил Командующего дальней авиации И вот помню, мы прилетели, рулим на этом Ту-134-м И вот это меня, ну не то что впечатлило, а удивило Или как картинка, когда вот проезжаем на стоянках Ту-95-й, Ту-160-й И у них звездочки нарисованы Ну конечно, не как в Сирии Самый рекорд я видел, это сто звездочек Я даже сфотографировал на Су-24 То есть тысяча боевых вылетов Ну это просто, ну не знаю У меня в голове не сильно укладывается Здесь четыре, пять звездочек То есть это, ну опять же, это полсотни боевых вылетов Таких самых, ну Ту-160 Самый крупный бомбардировщик в мире и так далее То есть это очень серьезная цифра То есть вот они находятся здесь у нас На родине, а выполняют задачи боевые Там и очень хорошо выполняют Хотя, конечно, как-то на сегодняшний день Смотрится неожиданно Потому что мы привыкли, что эти самолеты Ну они все время летали И во времена холодной войны И сейчас, то есть, ну больше как для демонстрации Того, что у нас это все есть И своя у нас воздушная кузькина мать Ну, песня Пройдет улюшка на полет На полосе корабль замрет На исполнительном у молитва Все по карте Винты все восемь на упор Разбег, отрыв, вираж, набор А все проблемы мы оставим там на старте Маршрут проложен не на глаз Мы верим штурману на раз Здесь интернета нет И недоступен гугл И как полсотни лет назад Бамперы словно на парад Идут на север, чтоб потом уйти за угол И словно лидерный наш порт Сопровождает нас эскорт Вот только не на небе оркестровой меди И где-то в натовских штабах шифровки строчат по ВХ Летят в Атлантику российские медведи Летят в Атлантику медведи Пролитый кофе обожжет Балтанка нас не бережет Погода дрянь И на радаре сплошь засветки От фюзеляжа револьвер Он производства СССР Сказали пьянки, что русская рулетка И вместо радостных местей Карма доложит про гостей У гостей повиснет Пора супостатов А невец тоже нам пролом Мы чуть не в блистерном крылом Такие курсы, как правило, из штатов Но не изменит курс опор Хоть и наглеет наш эскорт Мы посылаем их домой К любимым леди И где-то в натовских штабах Тревогу бьют и все в бегах Пришли в Атлантику Российские медведи Пришли в Атлантику Медведи Жаль в океане нет дороги Он для нас, как сеносток Нам отыскать нем надо Чёртову иголку И ищем мы на риск И страх Авианосец на волнах А не найдём То всё задание без толку И крик Я вижу, командир! Вдруг разорвёт не мой эфир Железный ящик С высоты уже заметен Там черт их нётся адмирал Размаз устроят и обрал А мы так счастливы Как маленькие дети Качённым крыгам и сворт Пождёт доклад про русский борт И уберутся наши лёдные соседи У них в штабах дадут отбор Лишь будут спорить между собой Когда опять придут в Атлантику Медведи Придут Ой, придут в Атлантику Медведи Мы на свидание идём Друг друга с танкером найдём И семь потов сойдёт Но мы поймаем конус Хоть тяжело держать режим Мы каждой тонной дорожим А турбулентность Там повысит долгий тонус Наш самолёт гудит устав Он помнит разные места Вьетнам, Ангола, Куба и Гриняя Отцы летали там до нас Наезды дали нам приказ Порезать нам смогли Ведь мы умеем И экипажин просто смог И пусть усталость палит в ног Но мы так рады нашей маленькой победе Что нас совсем не клонит в сон И не спит сегодня гарнизон Домой вернулись из Атлантики Медведи пришли домой Медведи Идут в разболочку Медведи Домой Любимые медведи 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 Аплодисменты 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 Тут, ну, опять же, я говорю Я люблю поговорить Сегодня Очень хорошая моя знакомая Подруга, друг Всего прекрасно знают Светлана Владимировна Копанина Но она часто ко мне ходит на концерты Тут у нее не получилось Она только-только вернулась с Казахстана Там Ну, надо сказать, кто не знает Это ее родина вообще Родилась она в Щучинске В Кочетовской области Там медучилище закончила Уже, ну, в Целинограде Это ныне столица Казахстана Астана Так что пока Света нет Могу более подробно рассказать Ту историю, о которой я на прошлом концерте упоминал Когда с бумажечки пел новую песенку свою Вот Которая, кстати, написана Вот там сидят Заместитель командира Кубинской авиабазы Сергей Соков Вытянул руку с Ремкой Я эту песню еще называю Песня, написанная у Соковых дома На всякий случай Спасибо, ребята Что вы меня не тревожили Во время Макса Каждый вечер Несколько дней подряд Я запирался у них там дома в комнате И у них живой Что-то писал, писал Вот Это все явилось Производной того Что случилось в небе Перми Мы там Вместе со Светой были На фестивале Крылья Пармы Я обычно там Комментирую Всю эту пилотажную работу Даю концерт И Ну вот Света должна была там выступать Вечером мы сидели в ресторане Где-то примерно В такой теплой обстановке Он говорит Так, а как же там У меня-то самолет сегодня Стоит на стоянке С этой гражданской стороны Там аэродром совмещен Аэропорт Большой Савина И Сокол авиабаза С Мигами 31 Он говорит А летать-то на той стороне Что же там С пилотажной зоной Я говорю Ну я тебе потом Пальцем покажу Он говорит Слушай, так давай Завтра мы полетаем Ты мне пальцем покажешь Ну весь подвох Этой фразы Я конечно ощутил На следующий день Я радостно согласился Хотя, честно говоря Думал, что это несколько Такие выпившие Такие разговоры Ну вот На следующий день Ну что, поехали Да, поехали Мы приехали в аэропорт А Света должна была Сделать В качестве инструктора Полет с одним из летчиков Который специально Из Москвы приехал Потому что у нее Она у нее квалификация Еще и летчика-инструктора Вот Она говорит Сейчас я его там Немножко поучу А потом уже там Слетаем Ты мне там пальцем ткнешь Но они поднялись Тысяча пятьсот Смотрю, все очень там Так чинно-мирно Там бочечку скрутили Там порог Там петлю Так все Ну Достаточно скучно Вернулась Ну давай Ну хорошо Ну мы немножко же Пилотажа Я говорю Ну да Кто же откажется От этого немножечко Вот Ну я и расслабился В общем-то Потом у меня Как сказать Первые тревожные Предчувствия Закрались Когда Я забрался в кабину И У Светы-то наушники У нее Ну анатомические В ушах А мне дали Ну шведские Эти гарнитуры Такая Товарищ посмотрел Говорит Блин Сорвет Как-то такой Изначально Сказал Взял скотч Белый И промокал Вокруг головы Эти наушники Естественно Я насторожился Вот Восемь-десять И резво Перевернулась И такой Перевернутый полет Над полосой Я только Пытался Сосчитать Эти бетонные плиты Которые Мелькали Перед глазами Вот вроде Как рядом Как вы сидите Так А потом Естественно Вверх Это отрицательная Перегрузка И дальше Уже Как-то Не очень Соображал Что происходит Ну некоторые Фигуры Понятно Но все Это такой Калейдоскоп На Достаточно Малой Высоте Она Естественно Через каждые 10-15 минут Спрашивал Ты там Как Нормально Значит Еще Ну в конце Кунцов Чтобы ее Успокоить Я спел Один куплет Я летчик Вот Ну похоже Что ее Не сильно Это Впечатлило Она все равно Продолжала Меня спрашивать И при этом Выписывала Всякие Такие кренделя Что В общем Ну мне было Конечно Под конец Уже Пилотажная Программа 10 минут Мы крутились 12 У меня такое Было ощущение Что это Где-то Час Передохнуть Я смог Только Два раза Когда Она говорит Ну показывай Где тут Пилотажная Зона На спокойном Вираж Я говорю Видишь Топровозаправщик Стоит На стоянке Вот завтра Здесь Она Хорошо И второй Раз Когда она Мне дала Пилотировать Две петли Свернул Три бочки Сделал Тоже Когда сам Делаешь Как-то Это самое А Ну и третий раз Я не то что Отдохнул Но так У меня Такой нервный Смех Раздался Она Чего там Я говорю Ничего Да Ну там Просто В передней кабине Всего два Прибора Между ними Такая Заводская Табличка Ноусмокинг Естественно Меня как-то Это Развеселило Может быть Вовремя Вот Да Мы приземлились Я помню Мы рулили Я весь мокрый Вот В гарнитуре Слышу Диспетчер С вышки Гражданский Светлана Владимировна Большое спасибо Это было Неожиданно И прекрасно Вот Я уже Когда мы на стоянку Так я думаю Может это я такой Слопак Думаю Че Че Как-то Мне даже Ну я летал Много на чем На серьезный пилотаж Но такого у меня не было Вот Но когда я выбирался Из самолета Увидел лица Там командира полка Игорь Бабкин стоял Артур Саркисян Вот этот взгляд такой Вроде с одной стороны Такой уважительный Но больше всего Он был Сочувственный Ты как Я сказал одно слово Оно нецензурное Вот Света мне потом Так а че ты Ну как Ну сказал бы Я говорю Света Вот как ты себе Это представляешь Сзади сидит Красивая женщина Тут мужик Скажет Мне плохо Давай садись Вот Ну в общем Все это было Достаточно так весело По итогам Развилась песня Которая все это мечтала Говорит Ты когда-нибудь Про нас напишешь Или не напишешь В течении 10 лет Я когда-то имел Неосторожность сказать Что я начал писать Про нее песню И никак это все Не получалось Все на корзину работал Тут оказалось Достаточно вот так Слетать И совершенно неожиданно Для меня И для нее Получился вот такой Пилотажный Рок-н-ролл Светлана Говорит Друзья Что спортом Надо мне заняться Я бои не против Только лень мне напрягаться Нет такой вид спорта Чтоб сидеть В удобном кресле Шахматы советуют Но мне неинтересно С девушкой Я повстречался В поисках Ответа Спортсменка Света Рассказала мне Про спорт Высоких достижений Мол Седнишек Все дела И минимум Движений Усадила Мила Словно Кресло Кинозала А потом Зачем-то Очень крепко Привязала Радостно Шмелек Зужжит Мотор Аэроплана На взлет Светлана Мы над точкой Как комета Как звезда Карда балета И с отчаянным приветом Я прощаюсь С этим светом Не пойму я Где планета Слишком близко Рядом Что же делаешь До Света Что же ты делаешь Но Света Нежно душат Перегрузки Много единичек Меж приборам Вижу я Привничена Табличка Надпись Ноусмокинг Вероятно Это шутка Тянется Как целый час Обычная минутка Я-то закурил Да как достать Здесь сигарету Смеется Света Бочки Петли Что пара Какие-то фигуры Это Идиот Сказал про то Что папа Дурый Сам дурак Ведь в небе Добровольно Оказался Будь не ладен День Когда со Светой Я связался К шарям Зворам По кабине В поисках Соткрана Вернись Светлана Мы над точкой Как комета Как звезда Кабыбалета И с отчаянным Приветом Я прощаюсь С этим Светом Не пойму я Где планета Слишком близко Рядом где-то Что же делаешь До Света Да что ж ты делаешь Ну Света Я как будто рыба Та, которую за жаброй Жизнь моя Мне кажется Уже обракодаброй Света говорит Что есть такая же фигура Я в ответ И вежлива Но все же Без цензуры Ласковая Ну ты как? Звучит Как из тумана Я жив Светлана Наконец Аэроплан Земле бросает Света Я к тебе вернулся Здравствуй Милая планета Неужели я живым На Землю возвратился Может не со всем здоровым Но ведь не убился В небе мило Прокатило Да еще добавок Без билета Спасибо Света Мы на точке Как комета Как звезда Карды балета И с отчаянным Приветом Я прощаюсь С этим Светом Не пойму я Где планета Слишком близко Рядом где-то Что же делаешь Ты Света Что же ты делаешь Ну Света Звела на кармази И летая Как кометы Посылали мы Привет Населению планеты В поблоках Вдруг Будем Где-то Моя песенка Не спета Мне без неба Жизни нет Что же наделала Ты Света Что же ты сделала Ах Света 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 Перекур Буквально На одну минуту Я пару объявлений Сделаю Перед антрактом Ну во-первых 25 декабря В этом прекрасном заведении Выступает Мой замечательный Близкий друг Вадим Захаров Обязательно приходите Это 25 ноября Да 25 ноября Вот Ну Никто не пожалеет Это точно Дальше Опять про концерты 23 февраля Здесь состоится Мой концерт Уже билеты продаются Это уже как-то традиционно Если у меня Осенний концерт Плавает По датам Вот к примеру Сегодня так получилось Что он Преурочился Ко дню милиции Все-таки Ну 23 февраля Для мужчин И вообще для нашей страны Такой очень важный праздник Поэтому приходите Споем И Еще хочу сказать Что Ну там все время Вот На Входе У администратора Продаются Диски Мои Но сегодня там Очень интересные Вещи Продаются Это Календари На следующий год И даже есть Такой двухгодовой Календарь До следующего Макса Моего замечательного Друга Игоря Руденко Где-то он там Есть Это Ну я считаю По мне Это лучший фотограф Министерства обороны Он официальный фотограф Министерства обороны Если уж так правильно Должен назвать Это Он Начальник фотоотдела Агентства армии России Министерства обороны Российской Федерации Игорь Руденко Давайте ему там Поплодим Потому что Есть Что В свое время Он Много лет Был Штатным фотографом Пилотажной группы Русские витязи Есть трижи Поэтому Там есть Эти календари Вы не пожалеете Если их приобретете Я там Вот Пару снимков Которые мне вызывают Все время улыбку Потрясающие снимки Когда Почетный караул Рота почетного караула Стоит Их Ребят поставили Специально в точке отрыва Пилотажной группы И вот они Ну взлетали И там Многократное Фотографирование было И там Такой снимок Просто Впечатляющий Я когда его смотрел Это дело было летом Я говорю А они там В таких серьезных одежках Я говорю Елки-палки Конечно мужикам Тяжело было Вот это все выдержать Стоять на такой жаре На что мне сказали Ну Насчет жары Это да Но Сложность была Для них совсем в другом А я говорю А в чем Уши у них отваривались Это была точка отрыва На форсаже самолетов Пилотажной группы Взлетали Антрак